Здравствуйте! В эфире «Субботник» информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Параду быть! 24 июня состоится парад победы на Красной площади. Об этом объявил Владимир Путин. Они доблестно охраняли родные рубежи. В станице Зеленчукской установили памятник пограничникам. Машук-2020. Будет ли в этом году проводиться масштабный молодежный форум и в каком формате? Режим самоизоляции и ограничительных мероприятий по коронавирусу на территории Карачаева Черкесии продлен до 1 июня включительно. Это означает, что пока, к сожалению, мы не сможем перейти к первому этапу снятия ограничительных мероприятий, потому что за предыдущую неделю на территории республики не снизилось количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. Санитарные врачи отмечают также значительное количество семейных очагов распространения инфекции. Растет нагрузка на региональную систему здравоохранения. Наши врачи, средний и младший медицинский персонал очень ответственно и профессионально выполняют свой медицинский долг, за что им слова огромной благодарности, сказал глава республики Рашид Тимрезов на заседании Оперштаба. Основной причиной такой ситуации являются массовые нарушения гражданами республики, режима самоизоляции, несоблюдения масочного режима, нарушения социальной дистанции и других санитарно-эпидемиологических мер. 1 июня, исходя из текущей эпидемиологической ситуации, количество выявленных случаев инфицирования будем принимать дополнительные решения о сохранении или снятии ограничительных мероприятий, прокомментировал глава. Два дня до начала лета. Будем надеяться, что скоро каждый из нас сможет выезжать на природы, в горы и отдыхать, как это было раньше. А сейчас настало время прогноза погоды. 24 июня состоится Парад Победы. Об этом на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил на этой неделе Владимир Путин. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический Парад Победителей. Когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены. Свой профессиональный праздник отметили пограничники. В станице Зеленчукской установили памятный знак пограничникам всех поколений. На встрече пограничники нескольких поколений вспоминали ветеранов и свою службу. Подробности у Али Баташева. Просторы лесов и полей. Уходящая вдаль гряда великолепных гор главного Кавказского хребта, окруженная причудливыми облаками. Это не просто великолепная панорама при въезде в Зеленчукскую, но и граница южных рубежей нашей страны. Для большинства участников мероприятия служба в погранвойсках – профессия или воспоминания. Атаман Зеленчукского казачьего общества Иван Рыбалов был призван в пограничные войска в 24-м отряде в Кабардино-Балкарии, в том месте, где до революции служил его дед-казак. На одном из своих первых дежурств юный пограничник столкнулся с незнакомцами. И вот они ближе и ближе, а ветер и непонятно. То есть разговаривают, вроде как не разговаривают, как-то гры-гры-гры-гры, это самое. Ну и деда тоже, конечно, старшему доложил, что так и так, но он молчит, молчит и молчит. 20 метров остается, я уже спокойненько автомат с предохранителя снимаю, думаю, вот тебе и война. Вот. И хорошо, это сама пароль отзыва в этот момент старший, ну, наши. Но еще в секунду я не открыл огонь, честно скажу. Счастья вам, здоровья! Самое главное на сегодняшний день. И хотел бы еще поблагодарить нашему ФСБ погрануправлению за то, что доверили нашему району проведение и начало открытия данного мероприятия. Чтобы сегодня, стоя здесь и проходя мимо этого памятника, мы помнили, что мы являемся южными рубежами нашей Родины, которые закрыты и никому мы не позволим отдавать наши территории, наши земли. История погрануправления республики тесно связана с баталпашинским казачеством. Казаки всегда стояли на охране рубежей Отечества. И сегодня только из одной станицы Зеленчугской в погранвойсках служат 22 баталпашинца. Еще раз всех присутствующих поздравляю с Днем Пограничника. Желаю всем здоровья, благополучия, ну и удачи в жизни. Мы сегодня видим яркий пример и можем считать эстафеты передачи и увековечивания памяти героям-пограничникам. Пограничники – это первые люди, которые принимают на себя удар в случае нападения. Дай Бог, чтобы те, кто служит сейчас, не пережили этого. А тем, кто не дожил вечную память. В юбилей Великой Победы и 102-й годовщины со дня образования пограничных войск был торжественно открыт памятный знак пограничникам всех поколений. В честь погибших героев, ветеранов погранслужбы и всех, кто достойно охраняет границы России в наши дни, говорили выступающие лучшим из пограничников, вручили благодарственные письма и другие награды. Памятный знак пограничникам всех поколений был освящен православным духовенством, а затем к нему возложили цветы. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. Молодежный форум «Машук» ежегодно собирает на своей площадке всю активную молодежь СКФО. В прошлом году форум отпраздновал свой 10-летний юбилей. Каким будет форум в этом году и как пандемия коронавируса повлияет на его проведение – подробности в нашем репортаже. Ежегодно молодежный форум «Машук» собирает на своей площадке самую активную и амбициозную молодежь Северокавказского федерального округа. 2019 год стал для форума юбилейным – 10 лет с момента первой смены. За эти года площадки форума стали для участников вторым домом, где они обрели новые знания, друзей и бесценный опыт в разных сферах деятельности, и пробовали себя в проектной деятельности. Поддержать наших участников на форум приехал и глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. 10 лет до округу, 10 лет этому прекрасному форуму «Машук». И я могу, мне кажется, смело сказать, я девятый раз нахожусь на этом мероприятии, что вы, понятно, вы наше будущее, но вы и наше настоящее. Вы заряжаете нас, руководителя субъектов, идеями, своими мыслями. И дай бог, чтобы еще долгие-долгие годы у вас эти идеи никогда не заканчивались. С праздником вас! В этом году должен состояться 11-й форум, но каким он будет в условиях пандемии? За ответом на этот вопрос мы обратились к начальнику отдела молодежной политики Карачаева-Черкесии Зурабу Крымшамхалову. Онлайн какой-то формат, где участники смогут через клиенты видеосвязи подключаться к форуму и в каком-то онлайн-режиме его проводить. Или же это будет, форум проводится в обычном режиме, с присутствием всех участников, в офлайн-режиме, но с каким-то повышенным режимом, контрольно-пропускным режимом, где будут тщательно проверяться справки и состояние здоровья участников. Сейчас пока еще это решение не принято, будем следить за информацией. Мы постоянно находимся, тесно взаимодействуем с нашими ставропольскими коллегами и с коллегами из Росмолодежи. Кроме образовательной программы на площадке форума проводится грантовый конкурс для физических лиц и некоммерческих организаций. В этом году изменения коснулись и его. Для некоммерческих организаций конкурс состоялся в заочном формате и у участников из нашей республики есть положительные результаты. Однозначно грантовый конкурс будет проводиться. Пока что формат проведения грантового конкурса мне неизвестен. Пока еще нет понимания. Но сейчас нашими коллегами разрабатывается план проведения как и самого форума, так и грантового конкурса. У нас есть информация, что как и в прошлом году будет три смены. В прошлом году был юбилейный форум, раньше было две смены. В прошлом году добавили третью. То есть будет три смены у нас. И, скорее всего, на всех трех сменах размеры грантовой поддержки увеличатся. Участники прошлых лет уже успели соскучиться по форуму и запустили флешмоб в Инстаграме, где поделились своими историями, связанные уже с родным форумом. Руслан Жукаев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. На этой неделе в России проводится Всероссийский день без сетей. Кавказский отдел государственного контроля, надзора и охрана водных биологических ресурсов совершил рейдовое мероприятие на Кубанском водохранилище, расположенном на территории Прикубанского района. Подробности у Али Баташева. Моторная лодка бороздит водную гладь Кубанского водохранилища протяженностью около 56 квадратных километров. Цель инспекторов Кавказского отдела – выявление нарушителей и обнаружение незаконных орудий лова рыбы, сетей и переметов. Эта процедура называется троллением. В течение получаса с начала рейда опытные инспекторы в южной части Кубанского водохранилища обнаруживают первую находку. Бракомеры когда-то… Ну, это давно. Видишь, ракушка заросла уже. Да-да-да. Снимайте. Это брошенная, бесхозная сеть. Через несколько метров ситуация повторяется. Это уже бесхозная, брошенная сеть. Ветром, видно, сорвало. Да кто я знал. Убежали, видать бы. Использование сетей для ловли рыбы запрещено пунктом 49 правил рыболовства Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, куда входит и Кубанское водохранилище. Оно наносит значительный ущерб водным ресурсам. Множество рыб гибнет, запутавшись в сетях, говорят инспекторы. Это наша первостепенная, так бы сказать, задача проводить троллинии, зачистки, массовые мероприятия. Сейчас мы создаем специальные группы, состоящие из инспекторов Кавказского дела, Госконтрольного надзора и охраны водных биологических ресурсов. Совместно с органами внутренних дел, которые проводят рейдовые мероприятия и днем, и ночью. Ответственность правонарушителей может быть разной – административной – от 2 до 4 тысяч рублей, или уголовной – в зависимости от причиненного водным биологическим ресурсам ущерба. При Кубанском районе на акватории Кубанского водохранилища ведется весенне-летний нерест. Запрещен вылов всех водных биологических ресурсов с 15 мая по 15 июля. Запрещена любыми орудиями ово, сетями, удочками. Запрещена стоянка в водоохранной зоне. Территориально запрет сейчас только на Кубанском водохранилище, то есть в остальных районах республики, где нет круглогодичного запрета, можно осуществлять вылов рыбы. Только с начала этого года инспекторами Кавказского отдела Государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов было выявлено 90 нарушений природоохранного характера. Из них 15 – нарушения норм рыболовства. Остальные 75 – нарушения правил среды обитания водных биологических ресурсов. В период нереста рыб на территории Кубанского водохранилища совместные рейды с участием сотрудников правоохранительных органов республики будут проводиться чаще. Все нарушители будут привлекаться к установленной законам ответственности. Поэтому рыбакам, привыкшим рыбачить на Кубанском водохранилище, следует подождать 15 июля и, оставив сети, прийти на рыбалку с удочками, соблюдая правила суточной нормы вылова рыбы. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!